Напомню, на кальдаре 16 ноября, четверг, и сегодня мы отмечаем Всемирный день отказа от курения. В гостях у нас сегодня этим утром Белянкин Михаил Владимирович и главный нарколог Ульяновской области. Михаил Владимирович, доброе утро! Доброе утро! Ну, во-первых, с праздником Всемирный день. Спасибо, и вас тоже. Да, отказа от курения, борьбы с курением. Ну, вот на ваш профессиональный взгляд, в чем заключается основная борьба? Основная борьба, но она началась не сегодня, и, надеюсь, что и закончится не завтра. Началась она в 1977 году, ну, так, официально этот праздник появился, когда Американская ассоциация онкологов на весь мир забила тревогу. Тогда потребление табака, именно сигарет, было достаточно, скажем так, большим, и стало приводить, несмотря на заказные публикации табачных компаний, к очень большим жертвам, в том числе и среди населения Америки. А те люди, что постарше, они могут вспомнить, что был такой ковбой Мальборо, крутой мужик, который там пас табуны лошадей. И сейчас в связке с этим ковбоем Мальборо, вот именно с этим брендом, идет фото умирающего человека, умирающего от рака. На пачке сигарет? Нет, не на пачке, а именно в интернете. И тогда вот поднялась целая волна. Я, если честно, тогда думал, что все, табаку конец. Но нет. Но вдруг появился китайский аптекарь, или как его некоторые называют, технолог, Ван Хок, по-моему, могу ошибаться в китайских именах, вы уж меня за это простите. И он изобрел так называемые средства отказа от курения. На самом деле то, которое сейчас продается больше, чем обычные сигареты. То есть электронную сигарету изобрел он, продали потом патент практически всем табачным компаниям, и сейчас они... Борьба продолжается. А вообще, вот есть средства замены, что ли, вот курения? И вообще, насколько это действенно, да? Средства замены в тяжелых случаях табачной зависимости используются практически врачами-наркологами. Медикаментозно это практически. Да, выравнивается уровень никотина прежде всего, затем оно постепенно снижается, и затем уже полностью происходит отказ от курения. Это не альтернатива курению, это же все-таки лечение от курения. Это лечение, да. Но вот то, что продают как альтернативу в ларьках, в супермаркетах, и из-под полы в том числе, то есть вот эти электронные сигареты, так называемый парогенератор и вейп, как я уже сказал, это на самом деле не альтернатива, это еще большее подсаживание человека на никотин. А от этого тоже нужно лечить, как вы считаете? Это как раз вот и есть сейчас самая большая проблема. Никотин, находящийся в вейпах, он в более высоких концентрациях. Не нужно доставать сигарету, не нужно поджигать ее, да, достаточно взять вот этот вот гаджет и просто затянуться, да, нажав на кнопку. Здесь нет дозы определенной, да? Сколько хочешь, столько и курить. В этом еще опасно. Да, часть подростков, в том числе и в Российской Федерации, получили смертельное отравление, не контролируя дозу поступающего никотина, и не зная, собственно, какую концентрацию они употребляют. При этом они говорят, вы что, то есть те, кто употребляет, они говорят, вы что, я парю, я не курю. Это совершенно другое. То есть типа называется по-другому, да, и эффект как бы уже другой. Но откуда же эти разговоры, что это наиболее безопасный, что ли, способ курения? От табачных компаний. Это очень такой хороший маркетинговый ход для них. У них цель только одна. Чем больше людей курят, тем они больше получают денег. А моду и вот эта вот замена курения парением, это все, я думаю, что выдумки их рекламных менеджеров, их промоутов. А методы лечения тоже меняются? То есть, допустим, от курения вы лечите вот таким образом, вот приходит новое веяние, мода на вейпы. Вот от них тоже меняются как-то средства лечения? Средства не меняются, они развиваются. Сейчас уже есть третье поколение антиникотиновых таблеток, препаратов. Таблеток – это как бы такое вообще народное название. Масса препаратов, которые содержат никотин и которые помогут бросить курить, это именно медицинские препараты, это не какие-нибудь, я не знаю... То есть в аптеку просто так не пойдешь, не купишь, чтобы человек решил, что... Их, сейчас уже их выписываем. То есть по рецепту. По рецепту. То есть, опять-таки, к врачу нужно прийти. Да, да. Лучше всего прийти к врачу. А приходят к врачу? Да. У нас около двух с половиной тысяч пациентов в год, они приходят именно по поводу табачной зависимости, мы им помогаем. А кто это? Мужчины, женщины в основном? Какова остатность? Большая часть, где-то две трети – это мужчины. Треть – женщины. Часть – подростки. Подростки, которые попадают к нам, они зачастую имеют такую никотиновую зависимость, которую нам очень трудно приходится преодолевать. И начинают они уже не как раньше, в 11 лет, в 13, а уже некоторые в 7-8. В 7-8. То есть, их приводят родители лечиться. В основном они попадают в какие-то неприятности с законом. И эти неприятности уже не связаны с сигаретами, не связаны с вейпом. Они, как бы, те, кто начали употреблять, они уже начинают дальше искать и другие способы вот этого химического удовольствия, в том числе и таблетки запрещенные. В том числе алкоголь, который несовершеннолетним и по закону противопоказанный и по всем медицинским рекомендациям. В том числе и наркотические средства. А кого тяжелее лечить? Подростков. Почему? Потому что быстрее зависимость, да? Быстрее зависимость формируется, не формируется изначально здорового поведения, то есть практически нету. Этому приходится учить. А способность к обучению уже после первой затяжки, она начинает падать. Чем больше затягиваетесь человек, тем... А есть какие-то вот сроки, например, человек пришел к вам, обратился с проблемой, и в течение какого периода вы помогаете, чтобы человек прям вообще вот все, избавился от курения вот однозначно? Возможно ли это, да, абсолютно избавиться от зависимости? Одна пожилая женщина к нам ходила около года. К концу года у нее из двух пачек сигарет осталось выкуриваемых только две. И через полгода она мне позвонила и сказала, что вот эти вот две она добила, бросила сама. И теперь не курит. Но это единичный случай. Это единичный, но очень показательный случай. Если человек взялся, если у него очень хорошая мотивация, то бросить, в принципе, это вполне реально. А какая должна быть мотивация? Мотивация? Ну, мы прежде всего обращаем внимание на здоровье, это раз, и на расходы, это два. Если посчитать, то человек где-то, ну, средний потребляющий, да, что вейп, что сигарет, вейп дороже, конечно, вот, он где-то один-полтора месяца работает на табачную компанию. То есть свой годовой, из своего годового дохода практически месячный или полутора месячный отчисляет, да, фонд богатства, там, бритиш-табака. Ну, откуда все это берется? Ведь такая антипропаганда курения. Ну, почему же вот столько людей? Почему такой процент зависимых, курящих? А какое противодействие идет? Вы, как бы, вот, у меня был период, когда я интересовался статьями по табаку в наркологических журналах. И одна только статья белорусского нашего коллеги, она была расписана где-то страница на три, если не больше. Вот она была единственная независимая, и она показывала, какие статьи кем проплачены были. И вот эти вот все статьи о том, что да ладно, ну что вы там, никотин, это же масса полезных вещей, он может утилизироваться организмом, он там помогает тому, он помогает всему. Поэтому все эти статьи были проплачены табачными компаниями или через какие-то подставные другие компании, которые он тоже, кстати, раскрыл. А вот вы сказали про мотивацию здоровья, да, наверняка все равно, пока вот человек живет у него все хорошо, он чувствует себя таким здоровым, он может... Он никуда не пойдет. Как только первые звоночки, а может быть, даже уже и не первые, да, то есть к вам приходят наверняка уже с какими-то, ну, сигналами по здоровью, да? Да, что это за первые звоночки, кстати. Да, вот что это за звоночки? Какие это могут быть? У любого курильчика первый звоночек. Звоночек. Первый звоночек – это кашель. Дальше, начиная, собственно, с момента поджигания сигареты или там нажатия кнопки на вейпе и заканчивая выдыханием. Изменяется и состав кожи. Кожа становится, как у прыщового подростка, причем это особенно некрасиво выглядит на красивых девушках. Изменяются зубы, изменяется ротовая полость. Рак может начаться от ротоглотки, носоглотки и закончится, извините меня, прямой кишкой. То есть тут масса канцерогенов, которые человек вдыхает самостоятельно, отдавая за это деньги. Естественно, какая должна быть мотивация у человека? Сам он этого может и не замечать. Сам он к этому привыкает. Лучше всего, когда ему об этом указывают люди, которые его любят, люди, которые с ним дружат, люди, которые являются его настоящими, скажем так, товарищами, которые его не бросят в беде. Ну, будут отмахиваться, говорят, ой, да ладно, да это все. Да, да, а человек отмахивается и говорит, ты меня сейчас гонишь, я тебя не слушаю. А вот когда прихватят первый раз, допустим, да, вскочит посреди ночи от удушья, заколет в сердце, заболит голова так, что там захочется бы полезть на стенку, да, вот тогда, в общем-то, и вспоминается, что никотин это сосудистый яд, который убивает все сосуды во всем организме. А вот может так что-то у него прихватило, и он думает, ну, наверное, там, не знаю, вот сердце, давление, что-то, пошел к терапевту, например, там еще кто-то. То есть он начинает как бы вроде бы лечиться, но до вас как до основной причины, чтобы вот устранить ее, так может и не дойти. Вот такое тоже, наверное? Борьба с курением это не удел одних наркологов. Терапевты, особенно грамотные терапевты, особенно опытные терапевты, они знают, что никотин это тот яд и алкоголь, и чашечка кофе с утра, которую там сейчас вот активно рекламируют, а потом днем, а потом вечером, а потом чуть ли не ночью, да, что это все вещи, которые являются провокационными факторами. А уж никотиновая зависимость, это одна из самых распространенных и одна из самых тяжелых. Так что мы все наши знания передаем и коллегам в общей лечебную сеть. Мы то, что они узнали, не гнушаемся принимать к себе на вооружение и сами использовать. То есть мы, в общем-то, работаем для одной цели, для того, чтобы люди жили дольше, жили здоровее, и качество жизни было лучше. Мы не берем сейчас тяжелое заболевание, а вот бывает так, что поздно уже лечиться от курения, избавляться от курения, что вот настолько уже привычка сформирована, настолько заядлый курильщик, что ну ничего не поможет. Или все-таки никогда не поздно? Вот та пожилая дама, о которой я вам говорил, ей было 72 года на тот момент, когда она бросила. А с которого курила? Вот, а курила перед этим, сейчас скажу, с 20 с небольшим летнего возраста. То есть 50 лет? Практически полвека курила. То есть никогда не поздно? Никогда не поздно. Лучше бросить, чем, как говорится, смириться и ждать своего конца. А вот если, допустим, человек не хочет идти к вам, считает, что я сам брошу, и вот пытается бросить сам. Вот, значит, вот как бы денег курит, два заменяют, там, не знаю, конфетками сосательными, там, что еще, не знаю, употребляют. Вот в качестве замены. Можно чем-то заменить вот человеку? Или все-таки вот нет? Лучше к медикам, лучше к врачам. Лучше к нам, конечно, но если сам решил, и достаточно серьезная мотивация... Что он может сам сделать? Еще остались силы первые две недели пережить. Вот, это самые такие сложные моменты, когда человек и агрессивный становится, и лучше к нему не подходить. Он раздражительный, ему что-нибудь все одно говоришь, он тебя воспринимает совершенно по-другому. И сердечко-то у него бывает, там, начинает прихватывать, и начинается давление. Вот эти моменты, это самые сложные две недели. Вообще, главное, пережить. Лучше всего, конечно, если при этом хотя бы раз посмотреть за эти две недели доктор. Доктору не сложно, а помочь более комфортно это пережить мы можем. Спасибо, Михаил Владимирович, за эту встречу, за ваши полезные советы, за то дело, которым мы занимаемся. Еще раз с праздником вас. Спасибо вам. Хоть помощи будет меньше. С праздником. Спасибо, с праздником. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня этим утром Белянкин Михаил Владимирович, главный нарколог Ульяновской области. Это «Утро с репортером». Мы продолжаем. Утро с репортером.